Специально разработанная программа профилактических осмотров для переболевших COVID-19 направлена на своевременное выявление последствий инфекции. Зачастую у перенесших COVID-19 наблюдаются проблемы сердечно-сосудистой системой, появляется риск образования тромбов, страдают дыхательная и нервная системы. Через 60 дней очень важно посмотреть, насколько организм имеет риски развития осложнений, потому что коронавирусная инфекция не проходит бесследно для наших пациентов. Особенно, конечно, важны те, кто переболел средне-тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Углубленная диспансеризация проходит, как и обычная, в два этапа. Первый, помимо приема терапевта, включает 7 исследований. Это общий биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, спирометрия по показаниям, тест 6-минутной ходьбой, а также определение тромбообразования и рентгенографии грудной клетки. Весь комплекс можно пройти за один день. Роза Сулейманова ковидом переболела в августе, но восстановить здоровье не может до сих пор. Поэтому возможность углубленного обследования воспользовалась охотно. Средний так получше, конечно, но лечение очень даже кстати. Сейчас я физиопроцедуру прохожу, потом мне и уколы, и капельницы все назначили. По результатам обследований для уточнения диагноза пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации и назначить дополнительное обследование. В случае обнаружения хронических неинфекционных заболеваний пациента ставят на диспансерное наблюдение. При наличии медицинских показаний ему назначат соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию. В настоящее время желающих проверить здоровье после болезни достаточно. Несмотря на то, что сейчас идет большая нагрузка на систему здравоохранения, а медиков не хватает на всех уровнях лечебного процесса, записаться на углубленную диспансеризацию могут жители сразу трех районов. Засвияжского, Железнодорожного и Ленинского. Желающие будут приглашаться по предварительной записи или могут самостоятельно записаться по номеру телефона 635757. Пока это пилотный проект, но если практика окажется эффективной, она будет реализована и в 2022 году.